Здравствуйте! Итоги четверга подведем вместе с корреспондентами программы «День с толком» в студии Елены Макаренко. Смотрите в этом выпуске. Присягнул на верность региону Андрей Турчак официально вступил в должность главы Республики Алтай. Как прошла инаугурация? Мать в больнице, двое детей погибли. В Славгороде произошло отравление угарным газом. Споры не утихают. Что думают барнаульцы о новом законе, который позволяет умершвлять бездомных животных? Сегодня в Республике Алтай началась новая глава истории Андрей Турчак, три месяца руководивший территорий с приставкой «В Рио» официально вступил в должность главы. Торжественная церемония состоялась сегодня в Национальном театре. Пожелать удачи Андрею Анатольевичу собрались члены правительства, депутаты и общественники. Передаю слово Анастасии Дороган. Члены правительства, депутаты, общественники, почетные жители Республики поздравляют Андрея Турчака. Новый глава Республики Алтай вступил в должность. Клинусь народу Республики Алтай. Добросовестно и ответственно исполнять возможные на меня высокие обязанности главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай. За три месяца в статусе временно исполняющего политик федерального уровня Андрей Турчак доказал, что пришел работать серьезно. Дважды объехал всю республику, лично познакомился с сотнями жителей, выслушал проблемы. Знаете, за три месяца уже конкретный результат, уже принятые решения. Мы видим вопросы по земле, которые решаются конкретно. Мы видим те поступления, которые уже определены, уже выделены деньги на МРТ, на ремонт, уже введенные дома, которые, казалось бы, в такой маленький срок невозможно было решить. Эти лидерские качества помогли вам за короткий срок вникнуть специфику региона и актуальные проблемы, волнующие ее жителей. Предложить новые подходы к их решению, заручиться поддержкой федерального центра. Всегда в жизни руководствуется принципом «лучше делу, а не слово». В республике, где сильно чувство патриотизма, а ее жители уходят добровольцами на спецоперацию, начали уделять большое внимание участникам СВО и их семьям. Если не могут получить какие-то определенные выплаты, Андрей Анатольевич лично включается, дает поручения. Он всегда держит это на контроле. Благодаря вашим инициативам увеличена единовременная выплата контрактникам всем участникам специальной военной операции. Впереди у нового главы пять лет работы и целый список проблем, давно требующих решения. В республике ждут решения земельного и мусорного вопроса, появления стабильного общественного транспорта, хороших дорог, введенных социальных, спортивных и культурных объектов. Сегодня требует особого внимания коммунальная инфраструктура, которой нужно заниматься и которую нужно обновлять. Мы большую работу провели по дорогам и на территории столицы региона, и в сельских поселениях, но много еще работы впереди. У нас с вами большой потенциал развития экономики, сельского, лесного хозяйства, туризма, транспорта и социальной инфраструктуры. И наша с вами общая задача – ускорить положительную динамику развития республики, повысить качество жизни людей. Эксперты считают, Андрей Турчак глубоко знает муниципальные проблемы и готов за них браться. Андрей Анатольевич среди населения, вот алтайской элиты, я бы так сказал, вызывает уважение. Он берется конкретно за решение проблем и смело, я бы сказал, смело их сегодня решает. Следующий шаг главы – формирование крепкой команды. В течение нескольких недель будет сформирован новый состав правительства, который, жители верят, поставит своей целью развитие республики. Ирина Корчагина, Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего, который погиб на стройке в Барнауле. Трагедия произошла накануне по адресу Гоголя 52, где возводят многоэтажный жилой дом. 35-летний мужчина выполнял работы на четвертом этаже. В какой-то момент он не удержал равновесия и упал с высоты 12 метров от полученных травм рабочий скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. В рамках проверки следователям Следственного комитета предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, ответственным за охрану труда, на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 216 ГК РФ. Это нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Также добавим, что в связи с гибелью мужчины на стройке организована проверка по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа. А в Славгороде сегодня обнаружили тела двух детей 2009 и 2017 годов рождения. Их мама в бессознательном состоянии госпитализирована в медицинское учреждение. По предварительным данным, причиной смерти могло стать неисправное печное отопление и отравление потерпевших угарным газом. Следственные комитеты и прокуратура региона устанавливают все обстоятельства гибели детей. Возбуждено уголовное дело причинения смерти по неосторожности двум лицам. На месте происшествия проводится осмотр, назначены судебно-медицинские экспертизы. Закон суров, но он закон. Напомним, депутаты АКЗС накануне приняли закон, позволяющий умершвлять бездомных животных. Споры до сих пор не утихают и среди общественников, и среди тех, кто был за убийство животных. Наша редакция решила узнать у барнаульцев их мнение по поводу эффективности нововведения. Вот эвтаназия бездомных собак, которые проявляют агрессию. У нас в Алтайском крае такой появился закон. Вы за, против? Я против. А почему? Ну, потому что это живые души, их нельзя убивать. Надо больше денег, наверное, вкладывать в то, чтобы люди не бросали таких собак. Ну, я за только гуманными способами, а не через повешение там или отравление. В принципе, да, конечно. Агрессивных собак нужно отстреливать. Против. А почему? Ну, потому что собаки, они же не виноваты, что их бросают люди. За. А почему? Ну, они бывают опасны для общества. Все-таки могут повредить. А вот не считаете ли вы, что усыпление – это скорее борьба со следствием, а не с первопричиной? Ну, скорее всего, да, со следствием, потому что ни в одной стране нету бродячих животных на улицах, как у нас. Ну, и мало выделяется на содержание для приютов бездомных животных. Ну, по-моему, это неэффективно. Если бы люди нормально жили, они могли бы содержать собак и не убрасли бы их на улицу. Ну, а агрессия – это естественное состояние, им же есть хочется. Ну, а что делать? Ведь не надо содержать их где-то как-то. А бродячие собаки, они всегда были агрессивными. Люди виноваты в этом, потому что они как бы плодят этих собак, потом выкидывают на улицу. Ну, и, естественно, что у них появляется агрессия, они грызут детей, ну и все в этом роде. Продолжим. 19 районов края получили паспорта готовности к отопительному сезону. Среди них зато Сибирский, Олейский, Смоленский, Завьяловский, Волчихинский, Благовещенский и другие. Об этом сообщили в Минстрое края. Проверки Ростехнадзора продлятся до 8 ноября. К этому сроку паспорта должны получить все районы и города. Вероятно, что территории, которые каждый год тяжело проходит эту проверку, столкнутся с проблемами и в этот раз. К их числу относится Олейск. И хотя пока у города в запасе месяц, жители уже беспокоятся о том, как предстоящую зиму переживут городские теплосети. Дело в том, что тепловые сети в Олейске наземные. Трубы лежат на земле или проложены на небольшой высоте. Они должны быть хорошо утеплены. Это снижает теплопотери для котельных, выработку топлива и в перспективе коммунальные платы для жителей города. Но в таком виде трубы находятся уже не один сезон. В соцсетях люди пишут, что второй год обращают внимание властей на плачевное состояние теплоизоляции сетей, но работы не предпринимаются. Вместо строгого костюма с галстуком – арестантская роба. Бывший замминистра ЖК Халтайского края Андрей Голубцов принял участие в проекте нашего телеканала «Я раскаиваюсь». Осужденный за взятку в особо крупном размере рассказал о своей новой жизни в колонии и о том, почему он решился на преступление, которое перечеркнуло всю его карьеру. Подробности у Валентины Аскеровой. Ни заседаний в правительстве, ни деловых встреч, шахматы, газеты и прогулки – вот и весь досуг бывшего заместителя министра ЖК Халтайского края Андрея Голубцова. 55-летний экс-чиновник отбывает наказание в Рубцовской колонии строгого режима. В конце 2022 года суд приговорил мужчину к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы – за взятку в особо крупном размере. Взял взятку за то, что в размере 2 миллионов, за то, что в Змейногорском районе при подготовке к отопительному сезону фирма, которая выполняла подрядные работы, дала мне за это взятку 2 миллиона. Почему решился? Сложный вопрос, на который сложно ответить, наверное, не хватало. Хотелось больше, но потратил на свою семью. Инженер-механик сельского хозяйства, главный инженер управления ЖКХ научного городка, заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края. До преступления карьера Андрея Голубцова со скоростью ракеты летела вверх. Жители региона напрямую обращались к чиновнику за помощью. При ликвидации какой-либо аварийной ситуации на территории края я в них довольно много принимал участия. Когда работал практически во всех. Оставлял свои телефоны гражданам. Граждане звонили мне днем и ночью, рассказывали ситуацию, которая есть, чтобы я мог ее более полно контролировать, принимать какие-то меры, чтобы получить информацию напрямую от людей, а не от структур, которые мне ее давали, что у них все хорошо. Тогда более качественно получалось решать те или иные ситуации быстрее. Сегодня Андрей Голубцов решает только личные дела. Отбывать наказание в колонии ему еще не один год. К распорядку дня, к окружению, режиму мужчина уже привык. Читаю газеты, играю в шахматы, посещаю кружок любителей книги. Человек ко всему привыкает. И к колючке, и к распорядку дня. Если он хочет выйти на свободу пораньше, не до конца сидеть в сроке, он просто будет выполнять те условия, в которых он живет, эти требования, которые к нему предъявляют. Я хочу выйти пораньше на свободу. Если у вас появилось желание подробнее познакомиться с историей жизни и преступления Андрея Голубцова, то заходите на платформы нашего телеканала, а также на сайт Толк. В раздел я раскаиваюсь. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле в преддверии Дня Учителя прошел городской праздник признания, посвященный чествованию педагогов. Традиционное мероприятие проводят уже 24-й раз. На нем собирают лучших и выдающихся педагогов. Так, в этом году Дворец культуры Барнаула собрал более 500 работников образования. Как прошло торжество, смотрите в следующем сюжете. Вера Анатольевна Лешкова. Учитель математики. Так в краевой столице накануне чествовали выдающихся педагогов Барнаула, которые ежедневно вносят весомый вклад в развитие города, общества и системы образования. Городской праздник признания проходит в Барнауле уже 24-й раз и уже стал традиционным мероприятием в преддверии Дня Учителя. Наверное, необходимо считать День Учителя всенародным праздником. Праздником, который объединяет все поколения, потому что учитель есть у каждого человека. У каждого человека он свой. Это учитель, который благодаря своему призванию заслужил всенародное признание. Поздравить педагогов, заслуживших всенародное признание и выразить свою благодарность за их труд, собрались почетные гости города. У нас в городе Барнауле 88 школ и 149 детских садов. 15 тысяч человек в общей системе образования работают только в городе Барнауле, которые сегодня несут в себе, я считаю, что самую ответственную, самую святую профессию растить будущее нашего региона. В этом году в стенах Дворца культуры Барнаула собралось более 500 работников образования, как действующих учителей и воспитателей, так и ветеранов педагогического труда. Уважаемые коллеги, особая признательность нашим педагогам, ветеранам, которых сегодня в зале 50 человек присутствует. Особо хотелось бы отметить наших молодых педагогов, часть которых находится и в этом зале сегодня, а в систему образования их пришло 150 человек. Педагогам вручили более 80 наград краевого и муниципального уровней. Это почетные грамоты, медали за заслуги в труде, благодарности от Министерства образования и науки, губернатора Алтайского края и главы города, а также почетный знак с благодарностью Барнаул и знак за вклад в развитие литературы. Ирина Корчагина, Юлия Щепина, День с толком. В республике Алтай вернули в природу незаконно изъятых двух соколов-балабанов. Год назад барканьер выловил птиц в Кошагачском районе. В ноябре прошлого года силами пограничного управления ФСБ гражданина задержали. В течение 10 месяцев соколы содержались в фонде по сохранению редких птиц «Балабан». Там они получали лечение и уход. Одна из птиц до сих пор находится на реабилитации, а две другие накануне вернулись туда, где им и положено быть в дикой природе. И на этом у меня все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните телефон редакции 205-545 через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Берегите себя. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok